Серёже в этом месяце исполнился один год. До четырёх месяцев он был обычным ребёнком, мог держать голову, сам переворачивался на живот. А когда эти простые действия перестали получаться, родители Татьяна и Артём забили тревогу. Врачи, больница, диагноз. Спинально-мышечная атрофия. Он раньше голову у нас лёжа на животе хотя бы как-то держал. Подушки мы ему подкладывали, вот ложили. Он мог там какое-то время, сейчас нет, он уже всё, не может так голову держать. И самое страшное то, что может сердце остановиться, потому что сердце – это тоже мышца. И также мышцы, которые отвечают за дыхание у нас, они тоже слабеют. Главный враг мальчика – это время. Чем больше дней проходит, тем более тяжёлым становится состояние ребёнка. Помочь Серёже можно. Год назад в России зарегистрировали препарат спинраза. Это пожизненная терапия. В первый год она стоит 50 миллионов рублей, в последующие – по 30. Но есть зарубежный аналог – Золгенсма. Дело в том, что там не один ген, а два гена. Есть ген основной и псевдоген. Он нефункциональный. Он синтезирует белок, не совсем полноценный. Вот это одно из лекарств направлено на то, что если основной ген не работает, то заставить работать второй ген, неполноценный. И сейчас новое поколение препаратов, которое полностью ликвидирует, как бы восстанавливает вот этот ген неполноценный. Он даётся один раз, ген этот восстанавливается, дальше функционирует как нормальный полноценный ген. Таких, как Серёжа, в крае 26 человек. Только трое детей сумели добиться патогенической терапии. Речь идёт о препарате спинраза. Всем нуждающимся, говорят в Минздраве, возможности помочь нет. Денег просто не хватит. Профильные чиновники обсуждают возможность передачи этого вопроса на уровень федерации. Заболевание, оно появилось не вчера, да, но и раньше патогенетической терапии в принципе не было. Однако проводится респираторная поддержка таким детям, лечение положения. Это начало внедрения патогенетической терапии. Естественно, оно будет осуществляться, ну, может быть, не так активно, как хотелось бы кому-то, но всё равно это будет введено. Вот постоянно приходится с ним на руках ходить, потому что он лежать не сильно любит. Полежит минут 10-15 и на руки просится. Руками тянет, показывает, куда ему надо поднести. Направляет. Да, направляет. Чтобы собрать 160 миллионов рублей на импортный препарат, у Серёжи есть год. За три месяца семье Сергеевых помогли на три с лишним миллиона. А это лишь 2% от необходимой суммы. Пока в министерствах решают вопрос, кто всё-таки должен помочь ребёнку, мы с вами можем дать эту помощь. Реквизиты вы видите на экране. Дорида Миллер, Николай Шелко. День с толком.